Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Социальный хлеб в ближайшее время не подорожает. Минобороны рассчитывают возобновить поставки в армию Ми-14. Казань переходит на новую систему оплаты за тепло. Социальный хлеб в ближайшее время не подорожает. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов. По его словам, в региональный фонд заготовлено 1 млн 450 тысяч тонн зерна нового урожая. Кроме того, значительный объем хлеба засыпали на хранение ведущие инвесторы Татарстана. Этого вполне хватит для нужд республики. Поэтому нет необходимости повышать цены на так называемые социальные виды хлебов, заверил глава аграрного ведомства. Под социальными видами хлеба подразумевается сельский, дарницкий и белый. Также министр заявил, что Казань занимает первое место в Поволжье по дешевизне муки, молока, масла и сметаны. И второе место у столицы Татарстана по мясу птицы, ржаному хлебу, яйцам и говядине. Третье место по гречневой крупе. В целом же было отмечено, что сельскохозяйственные ярмарки, которые стартовали 5 сентября, показали, что республика полностью может обеспечить себя по продуктам питания. Ярмарки продлятся вплоть до Нового года. Конечно, продавая продукцию по себестоимости, иногда ниже, чем себестоимость, сельхозтоваропроизводителей, наши крестьянские фермерские хозяйства, лично подсобное хозяйство, им выгоды от ярмарок, конечно, ждать не приходится. Но мы этот проект, я уже говорил, оцениваем как социальный проект, а не бизнес. Но, со своей стороны, стараемся сельчан по другим направлениям поддерживать. У нас очень серьезная государственная поддержка наших товаропроизводителей из республиканского бюджета. И по согласованию с президентом республики, мы компенсируем транспортные расходы участников ярмарок и наиболее активных добросовестных участников поощряемые материалы. Минобороны России рассчитывает максимально быстро возобновить поставки в армию вертолетов-амфибий Ми-14 в новой модификации, в том числе и для Арктики. Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе визита на КВЗ, передает Интерфакс. Новая модификация винтокрылой машины будет создаваться на Казанском вертолетном заводе. Вертолет по своим характеристикам уникальный. По образу подъемности, по возможности садиться на водную поверхность. К сожалению, практически 20 лет он не производился. Сейчас мы открыли ОКР по возможной ремоторизации этого вертолета. Этот вертолет будет совершенно новыми характеристиками, потому что предусматривается перевод его в цифру, оснащение современной авионикой, новым двигателем ВК-2500. Но для того, чтобы сделать планомерным ввод этого вертолета в состав вооруженных сил, я думаю, мы совместно с нашими заказчиками в военно-воздушных силах, с заводчанами, с военным институтом, продумаем этапность внедрения, возвращения, скажем так, этого вертолета в вооруженные силы, чтобы сразу не ставить какие-то неуполнимые перед собой планы дорогостоящие, не растягивать это по срокам. Этот вертолет очень востребован, и авиация военно-морского флота ждет его. Машина способна приводняться, рулиться на воде и взлетать с водной поверхности. Винтокрылая амфибия была разработана в конструкторском бюро Миля. Базовой моделью вертолета стал противолодочный вариант Ми-14ПЛ. Помимо Советского Союза Ми-14 применялся в МФ и в гражданском секторе на Кубе, в Болгарии, Вьетнаме, ГДР, Йемене, Ливии, Сирии, Эфиопии и Югославии. С 1 октября Казань переходит на новую систему оплаты за тепловую энергию. Запотребленное тепло необходимо будет платить по факту потребления. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета ЖКХ столицы Искандер Гениатурин. По его словам, в настоящее время в многоквартирных домах жильцы вносят платежи за потребленное тепло равными долями в течение года. При этом зимы бывают разными. Поэтому ежегодно производится корректировка платы за потребление и объемов поставки тепла. Дело в том, что суммы средств, собранные к июлю за употребленное зимой тепло, не покрывают фактических его затрат. Этим и обусловлен переход на новую систему оплаты за тепло, который стартует с 1 октября, сообщил председатель комитета ЖКХ Казани. Это были новости экономики. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok